Перейдем ко второму примеру. Он фактически расширяет первый. Если вы посмотрите, тут очень и карта похожа, и все такое прочее. Идея в том, что помимо вот этих крупных региональных офисов, это конечно не ритейл, но тем не менее у этой крупной инфляционной компании в том числе были мелкие офисы, совсем мелкие, две двери, четыре двери, разбросанные по каким-то районам вокруг этих региональных центров. Что мы в этом случае, что вернее они хотят от этого получить, и что мы им смогли предложить. Значит, хотят они и получить, и хотели. На самом деле в принципе все то же самое, что и в первом примере. Они хотят получить, чтобы люди вот в этих вот красненьких точках ходили. Они хотят, чтобы связь, которая естественно здесь еще хуже, чем вот между вот этими. Что в случае разрыва связи все работало замечательно и так далее и тому подобное. Но дальше все фактически то же самое. Что мы им предложили? Ну на самом деле мы им предложили использовать сетевые интерфейсные модули. Значит, ну опять же, маленький экскурс такой, да? Да, именно. Четыре исы. Оборудование Apollo является двухуровневым фактически. И старший контроллер, то, что я вам говорил в первом примере, старший контроллер это AN100, AN32. А у него всегда между ним и считывателями всегда есть еще интерфейсные модули. На самом деле они на схеме там были. Мы сейчас тоже посмотрим. Вот эти вот интерфейсные модули, назовем их так, AN4 и SET. Они тоже могут быть сетевыми. У них тоже есть память. Память меньше. Если там мы говорили про 65 тысяч событий, то здесь 20 тысяч событий. Но в принципе надо понимать, что там 65 тысяч событий на контроллер, а здесь 20 тысяч событий на 4 считывателя. Да, 20. Нет, или 7 тысяч. 7, по-моему. Ну ладно, сейчас мы посмотрим. Вот, значит, что в таком случае происходит? В таком случае, когда связь есть, опять же, все работает штатно, приложенная карточка уходит сначала в старший контроллер, а потом в Москву для каких-то анализов. Если связи нет по каким-либо причинам, то в этом случае информация накапливается в самом вот этом интерфейсном модуле и передается потом дальше при восстановлении. Да, 7 тысяч событий. Обманул я вас. Там, где большая точка, там старший контроллер или там мои? Нет, там как старший контроллер обязательно. То, что я говорю в предыдущем примере, я не обманывал вас. Так оно и есть. А если в контроллере будет 20 тысяч карт, какое количество событий он сохранит? 7 тысяч. Нет, контроллер сохранит 7 тысяч событий. То есть распределение не динамическое? В аимке точно нет. Хорошо. В аимке точно нет. Значит, опять же, чуть-чуть схему, чтобы понятно было. Значит, при работе, по крайней мере, с лириксом всегда старший контроллер, потом интерфейсный модуль и потом считыватель. Считыватели напрямую не подключаются. Ну, то есть, вернее, бывает такое, что можно, но это никто никогда так не делает, слава богу. А 4 считывателя, это 4 двери? 4, нет, 2 считывателя, 2 двери. 4 двери. Нет, может быть, 4 двери. Кнопки, кнопки, кнопки считывайте. 4 двери. О, 4 двери. Окей. Значит, что, как это выглядит более наглядно, да? Ну, на самом деле, первая часть такая же, поскольку она от первого примера. Загрузка карты в контроллер при наличии связи. Если нет, то потом восстанавливается. Потом, опять же, прогрузка карты в интерфейсный модуль. Вот эти интерфейсные модули. Опять же, если нет связи, то она потом догружается. Вот эта информация, она никуда не пропадает, она доходит потом до адреса. И потом уже при подносе карточки идет обратный процесс. Хотелось бы заострить ваше внимание. Надо понимать, что если здесь нет связи, то вот у этого модуля есть определенные мозги и память на то, чтобы определить, можно пускать эту карту или нет. То есть, грубо говоря, вот в этих районных центрах доступ тоже будет работать при отсутствии связи. Ну, соответственно, дальше сообщение приходит в контроллер. Ну, а дальше стандартным путем, вернее, не стандартным, а тем, которым смотрели в первый раз, приходит уже центральная сфера безопасности, а дальше, как в предыдущем примере. Вот примерно вот такой вот результат был получен. Ну, в общем, что и требовалось от заказчика, мы с ним как бы реализовали. То есть, фактически вот эта вот сеть, она была реализована с автономным доступом, в том числе и в мелких, в старших тоже как бы и так далее. То есть, вот таким образом это все работало, в том числе и при отсутствии или нестабильной какой-то связи и так далее. Есть ли у вас какие-то вопросы по второму примеру? А там меньше было, то есть где-то 1200 метров от максимум, от филиала, будем говорить, да? Вот здесь? Да. Мы говорим с вами, 1200 метров это 485 интерфейс, а я вам говорю про сетевой. Дело в том, что вот здесь вот все по сети, да, вот я вам... По сети. То есть, по Ethernet. Да, да. То есть, он ставится по сети, вот как бы по сети. Ну, несмотря на то, что Ethernet написан только здесь, но на самом деле вот здесь он незримо присутствует. Можно мне поверить на что-то. Не, ну... Не, я верю, я просто спросите, как это было. Не, ну а иначе как до районного центра, конечно, не дотянешь. Как туристику вот этого проекта? Какое было количество контроллеров? Вы знаете, значит, контроллеров, по-моему, штук 15 было. Ну и, соответственно, они там, ну, как обычно, процентов на 80 забиты. 15 всего или... Всего. А сколько это было? Ну вот. Четверок сколько было? Ну, я вам с такой деталью не скажу. Ну, давайте считать на 80%. Если в одной сотке, может... 24, да. Допустим, 20 на каждый. Ну, вот, значит, там 300 и аимок. А на IM4SL, то есть, я так понимаю, ставился просто какой-то конвертер из 485-го Возернета и потом обратное при образовании? Да, да, да. Ну, есть Мокс какая-нибудь там что-то? Не, не, это Аполлоска. А, Аполлоска? Да. Как-то уникально или ее можно чем-то заменить? Вот этот конвертер? Да. Ну, я бы рекомендовал, конечно, уникальность. Ну, а в принципе? Нет, ну... В принципе, можно сделать все, что угодно. Взять и разобрать панель Аполлоска. Ничего не придумать, просто взять и ту же Моксу. Боюсь, что, наверное, вряд. А вы не пробовали? Ну, не... Ну, скажем так, надо понимать, что в этот момент просто... Во-первых, начнут технари отказывать в помощи. Начнем с этого, да? Вот, то есть, ну, чтобы все работало, надо делать все правильно, грубо говоря. Да, конечно. По поводу загрузки карт в контроллеры. Насколько я с ПАКСом работал, там процесс загрузки карты, если большая база, порядка 40-50 тысяч, происходит достаточно долго. При этом выгружаются, сбрасываются карты, которые уже ходили. Абсолютно верно. Вот, при распределенной системе, как происходит? А тоже так же выгружает базу? Более того, вот вы задали вопрос, да, я вообще не планировал это рассказывать, но раз вы задали вопрос, значит, у нас была проблема с Киевом, где по пути в Киев, ну, это было, поскольку давно, это не так принципиально, да, где было? По пути к Киеву стояли какие-то, там, я не знаю, маршрутизаторы, которые резали пакеты. И вот эта прогрузка большого количества, это самое, не долетало или долетало в битом виде до, собственно, контролера. И мы вот имели эту проблему, про которую вы говорите, но в целом после исправления сети, после уменьшения размера пакета, как бы, ну, сколько там, ну, вот она грузится 5-10 минут сотка обычно, ну, 5 даже, я бы сказал. Просто если там большое количество карт, то и количество проходов очень быстрое, и, соответственно, пока кто-то ждет, когда его карта начнет открывать, набирается очень. Да, да, в данном случае, ну, когда вы грузите конфигурацию, вообще прогрузка конфигурации не есть штатная функция, строго говоря, ну, мы с вами понимаем, да, как специалисты, что если мы хотим прогрузить, то даже если это локально, то я, грубо говоря, возьму там здание банка, там, обалчики, например, да, вот, то надо понимать, что никто там днем не грузит сотки. Бывает, когда два контроллера стоят, один в этот момент выключен, ну, по какой-то причине, в них одинаковая карта должна открывать и там, и там. Она, соответственно, загружается в двух контроллерах. Через картотеку она загружается в один, когда подключается в второй, она уже во второй не входит. То есть бывает, что карта активная, но на контроллере, на одном из контроллеров она не пропускает. Она пропускает на другом контроллере, в котором был связь. Вот у нас конкретно есть такая проблема. Смотри, загружка в картотеке, если сотка потеряла связь, как сотка узнает, что эту карту... Там сотка узнает, все, она получит. Ошибка есть, что карта не загружена, но потом приходится карту эту брать и заново деактивировать, и потом активировать опять, и тогда она начинает работать. Нет ли возможности конкретно карту догрузить в контроллер? Ну вот активировать, деактивировать, это самый надежный способ, самый простой. Это вот действительно ведет к тому, что вы говорите, это загрузка карты в контроллер. Вернее, сначала деактивировать, потом активировать. Это вот четкий вот тот способ, про который вы говорите. Но на самом деле, конечно, вообще так строго говоря, никаких ошибок прогрузки конфигурации в панель в штатном нормальном режиме не должно быть. То есть, как только это произошло, это значит, что-то пошло не так, и этого надо добиваться, чтобы этого не было. Вот как бы у нас такая... Если обручить связь, то произойдет момент загрузки конфигурации? Он поймет. Ну там есть, как это, завершение посылки. То есть после того, как связь восстановится, конфигурация снова начнет грузиться, правильно? Нет. Она кинет ошибку и надо будет повторить. То есть, администратор уведомит о том, что прогрузка не удалась. И, соответственно, администратор будет... То есть, грубо говоря, у меня на компьютере, на экране компьютера, в журнале там высказывается сообщение. Да, 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 ошибка загрузки карты в панель. Вот если мы говорим про Linux, опять же, я не знаю там... Ну и грузить сразу все карты не обязательно. Есть возможность, сколько понимаю, изменить только, загружать. Нет, вообще в штатном режиме, конечно. Опять же, загрузка всей конфигурации в панель является функцией нештатной. Ну, то есть, ее надо, можно иногда периодически делать для успокоения, как уборку генеральную, да, условно. Но на самом деле, понятно, что если я выдал вот здесь вот... Вот так вот выдал карту вот здесь, да, одну, в единственном числе. Понятно, что у меня все 42 тысячи не пойдут сюда, конечно. Только вот для этой карты. А эта посылка там, ну она прилететь должна успеть. Ну, всякое бывает, но тем не менее. Вопрос, можно? Конечно. При разрыве связи от сотки до 4SL. Насколько я помню, там 4SL принимает решение о допуске по коду организации. То есть, получается, в этих районных отделениях СКД будет работать усеченно? Не совсем так. Как настроить? Если у вас стоит по умолчанию код организации, то да, будет по коду. А если вы поставите по карте, то будет по карте пускать. То есть, ну, конкретно за ProLyrics я вам могу эту настройку, ну, там, показать потом там, да? Или галочку, посмотри. Да, ну, галочки там, по-моему. Нет, там режим, автономный режим, он выбирается из западающего списка, но и галочки там, одна карта, шесть карты и так далее. Шесть, в смысле, уровней доступа. Ну что, пойдемте дальше? А то там столько впереди интересного. Это, на самом деле, так, вводная часть.